Сентябрь 2020 года. Щелково. Финал всероссийского проекта «Минифутбол в школе». 15-й год подряд он проходит в Манеже УСК Подмосковья. Ассоциация «Минифутбола России» награждает людей, внесших наибольший вклад в развитие проекта, в их числе Игорь Блинов. Многолетний радушный прием на Щелковской земле сотен мальчишек и девчонок со всей страны, безупречная организация, комфорт и безопасность проведения – это и его заслуга тоже. Игорь Николаевич – зампредседателя спорткомитета, начальник отдела физической культуры и массового спорта, а еще председатель Федерации футбола городского округа Щелково. Собственно, с футбола-то все и началось. Футбол, конечно, это хобби. Приезд с армии организовалась команда, команда именно друзей. Да, все мои друзья так или иначе любили футбол. Кто-то играл, кто-то смотрел, кто-то болел, кто-то радовался. Команде нужна была опора, в том числе финансовая. У игроков даже формы не было. Игорь Блинов пошел к руководителям крупнейших предприятий и нашел понимание на Аграхиме. Купили форму, сделали заявку и практически в последний момент вступили в чемпионат района. Создали две команды. Назвали команду «Химик». Вот есть фотографии. Как раз здесь молодой Игорь Николаевич. Он был как капитан команды. На рубеже веков, когда в Щелкове блистали сначала «Спартак» в большом футболе, потом команда по мини-футболу, любителям уделялось заметно меньше внимания. Игорь Блинов считал такое положение дел несправедливым. И в 2009-м зарегистрировал районную федерацию футбола, которая объединила все самодеятельные команды. Чтобы можно было юридически, грамотно организовывать турниры, оплачивать аренду полей, работу судьи и так далее. Именно была его заслуга в том, что он развивал любительский футбол. Футбол массовый. Это его мечта. Она стала быстро воплощаться в жизнь. Он разработал чемпионат, правила, положения в соревнованиях. И время стало жизни улучшаться. И на сегодняшний день, благодаря ему, более 200 команд сейчас участвуют. И у истоков именно стоял Игорь Николаевич. Именно так. До 250 команд объединяет сегодня Федерация футбола. Играют и в летний, и в зимний сезон. 5-7 возрастов детей, мужское первенство, ветераны 40+, 50+, и теперь даже 60+. Развивается мини-футбол, футбол 8 на 8, дворовый футбол. Щелковская федерация – крупнейшая в Московской области среди городских округов. Я считаю, что по организации работы лучшей федерации в Московской области нет. По количеству команд, по масштабам сделаны работы, по освещению в соцсетях, прямые репортажи, наличие несколько камер на матче. Я думаю, что да. Причем все команды любительские. Футбол – это, ну, сложно описать одним словом, но это моя жизнь, часть моей жизни, очень большая, без которого, ну, собственно, я себя не представляю. Социальный лифт сделал Игоря Блинова спортивным функционером. Причем неожиданно для него самого. От руководства администрации тогда еще городского поселения Щелково поступило предложение возглавить весь спорт в городе. И это несмотря на отсутствие опыта и специального образования. Нам повезло, что он пошел в спорткомитет. Я честно скажу, было время, он приходил советоваться, идти, не идти. Я его тоже уговаривал. Он боялся, говорит, я не могу в кабинете сидеть, бумаги, все это для меня сложно, тяжело. Я понимал, что это, что-то это мне совсем непонятное, неведанное. Не знаю, рискнул. Хотя и сейчас считаю, что это очень тяжело, очень ответственно. Что это, ну ты постоянно на виду, с тебя берут пример. Потом администрация стала единой, и он был назначен заместителем председателя районного спорткомитета. Председатель Николай Павлов решает стратегические задачи, а по всем вопросам спортивно-физкультурной работы идут к Блинову. В комитете у Игоря, разумеется, есть свой рабочий кабинет. Вот только застать его там практически невозможно. Присел в кресло только ради съемки. Рабочий мест, всему городскому округу. И это не шутка. Спортивное хозяйство в ведении отдела физкультуры и спорта большое. Федерации по десяткам видов спорта, спортивные учреждения, УСК, ФОК на Воронке, Ледовая арена, ФОК в Вогодневе, детско-юношеская спортшкола и спортивная школа Олимпийского резерва, которая готовит профессиональных спортсменов по 14 направлениям. Имена которыми гордятся на самом видном месте в комитете. Зона ответственности расширилась с объединением территорий в городской округ Щелково. Везде нужно поднимать массовый спорт, строить площадки и спортсооружения, обучать персонал, в общем, все держать на контроле. Так что выходных у Игоря Блинова практически нет. Проводятся сотни соревнований в год по самым разным видам спорта. Спартакиада среди работников предприятий и сотрудников органов власти и управления. Встречи ветеранов спорта. В фестивале ГТО, кстати, наш центр тестирования, признавался лучшим в России. А есть и совсем уж экзотические турниры, к организации которых приложил руку Игорь Блинов. Это, в частности, забег на башню Юберг-Турм в нашем городе по братиме Хемер в Германии. Щелковские спортсмены, если приезжают туда, то всегда побеждают. Может, у него таких, конечно, званий нет, каких-то международных мастер-спорт, но он организатор. Сегодня на дворе декабрь. Значит, надо организовывать заливку катков, а их в округе больше 20. Учитывая то, что губернаторы на контроле держат, залить Монина, поставить там новую раздевалку, светодиодные там, я не знаю, украшения сделать. Мы снимали Игоря Николаевича, когда он, ко всему прочему, исполнял обязанности председателя спорткомитета. А это еще сложнее. Введение комитета вопросы молодежной политики и социальной поддержки медработников. Сотни вопросов надо решить за день. В том числе те, которые непрерывно поступают на телефон по линии Добродела Центра управления регионом. Все, набегу, и все эти вопросы, они же, да, они прям буквально друг на друга накладываются, так что без перерыва приходится вот из отдела в обед, в отдел перемещаться. Долги закрывать. Какие? Вот. Вопросы, замечания, предложения. Вот, а вы думаете, какие? Решаются они быстро, я думаю, в течение дня. Очень хочется, чтобы, уходя с работы, этих вопросов на следующий день уже не оставалось. Такая работа с полной самоотдачей приносит результат. Муниципальные чиновники ведь тоже работают в условиях состязательности. Их турнир называется «Рейтинг 50». И за свое место в этом рейтинге спорткомитету не стыдно. И по молодежной политике, и по социальным вопросам, и по спорту, конечно. Потому что по рейтингу мы в зеленой зоне. Городской округ Щелково именно в категории спорта мы вот несколько лет уже на первом месте. Вот. Ну, и дальше будем удерживать эти позиции. Амбициозно. А как удерживать, спрашиваю за разговором Игоря Блинова. Какие задачи для этого нужно решить? Конечно, улучшение качества инфраструктуры. Если нам иногда говорят, да что вы, берите мяч, идите на пустырь, инструкторы. Конечно, молодежь не пойдет туда. Качественные футбольные поля, комфортные залы. Я бы сейчас, конечно, первоочередную еще задачу видел бы, значит, на основном футбольном поле войска Подмосковья, да. Нам нужен искусственный газон еще. Круглый год дети должны играть в футбол. Говоря о работе спорткомитета, мы не можем обойти актуальную тему пандемии. Для Игоря Блинова и его коллег она сделала этот год годом добрых дел. Больше всего волонтеров оказалось из числа спортивной общественности и молодежного актива. И доставкой продуктов и лекарств и раздачей масок на автобусных остановках дело не ограничилось. Просьба выгулять любимую собачку, вскопать огород, починить крышу, потому что родственники просто к нам, к ним не приезжают. А с этим нужно срочно решать. Это помощь 65+, а в марте это многодетные семьи, малобеспеченные семьи. Было жарко. Ну и сейчас тоже жарко. Я думаю, что мы справимся. Мы уже как-то к этому привыкли. Слава богу, справляемся. И очень приятно, что все сотрудники понимают вот эту ситуацию. Неплохо справляемся. Хорошо, весело, задорно. Только, наверное, год был сложный, и нас уже, наверное, к концу года спасает только чувство юмора и сплоченный дружный коллектив. Интересуюсь у коллег, как они относятся к начальнику отдела. За что ценят? Уважение и авторитет, наверное. Когда есть уважение и авторитет, то, соответственно, что-то получается. Именно не просто функционер, бюрократ, чиновник, а именно спортивный человек, который в этой отрасли, он на своем месте. Он все понимает, знает изнутри. Спорт реально болеет. После рабочего дня Игоря Блинова часто можно увидеть в фитнес-клубе или на стадионе. Он личным примером показывает, как физкультура делает человека здоровым. Рассказывает, как почти бегом забежал на вершину Евразии Эльбрус. Занимается моржеванием. Но вот в футбол сейчас не играет. Привык в игре выкладываться по полной, не жалея себя, но при этом есть опасность получить травму. А она выведет из строя уже не футболиста, а спортивного чиновника, руководителя, чего допускать крайне нежелательно. Предпочитает бесконтактные занятия. Стараюсь выдерживать нормы ГТО, а именно золотой знак, это обязательно. Ну а так пробегаю, наверное, 2-3 своих дистанции по норме. Ну и каждая дистанция, естественно, должна быть лучше предыдущей, а это значит золотой знак ГТО. 2 километра 11 минут, ну за 9.30 выбегаю. Игорь всем рекомендует выходить на беговую дорожку. Персональным тренером могут стать специальные программы в смартфоне. Подскажут, в каком режиме заниматься. А давай так, вот давай рецепт здоровья от Игоря Блинова на мне можешь показать, вот на беговой дорожке. На старт, внимание, марш, поехали. Легкость, легкость должна быть во всем теле появляться. Есть такое? Стараюсь. Мы слушаем себя. За Игорем мне, конечно, не угнаться, но если регулярно тренироваться, уверена, занятия будут приносить огромное удовольствие. А на стадионе в это время проходит турнир по келе старинному русскому виду спорта. Даже в свое нерабочее время Игорь Блинов не может оставить соревнования без внимания. Годами выработанная привычка. Или просто ответственность за свое дело. Максим! Максим, что ждем сегодня от команды? Какие результаты? Должны быть первые. Первые? Наш девиз. Спасибо. Ирина Микеда, Валерий Жеглей, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.